Георгий Иванович Гурджиев Гурджиев, одна из самых знаменитых фигур, наверное, не только русской культуры, вернее, не только мировой культуры, а вообще целого столетия. Я думаю, что по сей день бьются копья в этих бесконечных теоретических битвах. Кто был Гурджиев? В чем суть его учения? Гений или шарлатан? Или гений шарлатан в одном лице? Написаны биографии, часть из них сочинены. И мы пытаемся, говоря о Гурджиеве, все время отделить какие-то зерно истины от плевел. Сделать это сложно, поскольку Георгий Иванович сам запутывал свои следы настолько талантливые, настолько умело, настолько гениально мистифицировал окружающих, что перед нами есть некий свод его воззрений и есть фантастическая совершенно биография. Вот о чем мы знаем точно, что в 1914 году он прибыл в город Петербург. Это было сто лет назад. Это начало Первой мировой войны. Это очень символично, поскольку то, чему будет учить Гурджиев, собственно говоря, как раз в канун вот этой страшной бойни, четырехлетней под названием Первая мировая война, выглядит особенно впечатляюще. Он полугрек, полуармянин, родился на Кавказе, на самой границе с Турцией. Перед тем, как он появился в Петербурге и в Москве, порядка 30 лет странствовал, собирая сокровища подлинного знания, как он это определял, где он только не был. Он изучал, вот искал эти древние знания, мистические знания в православных монастырях, в Афоне, в суфийских общинах и орденах, на Тибете. Он где только не был, чего он только не знал. Он все умел делать сам. Он знал все ремесла практически. Он был бизнесменом, все это параллельно его основной деятельностью. Он сочинял музыку, он сам рисовал для своих спектаклей, если можно так назвать, вот эти показы, упражнения, с которыми выступали его ученики, которыми они потрясали. И Европу, и Америку, декорации, сам шил. Умел делать все вообще. Как он сам говорил, знал около 18 языков. Но хотя некоторые сомневаются, поскольку некоторые языки он знал так, очень абстрактно. Он написал несколько книг. Вообще нет, по-моему, вещи, и нет такой области деятельности. Нельзя вот о Гурджиеве сказать, что он чего-то не мог делать. Он мог делать все. И вот слово «делать» как раз и было ключевым в той истории, которая началась в 2014 году, когда он появился в Петербурге, и начал собирать группу. Группу одиномышленников. Но для того, чтобы рассказывать, как работал Гурджиев, и чем, собственно говоря, он поражал всех окружающих, ну, может быть, начнем с основной его идеи. Это идея о том, что человек не помнит себя. Человек не помнит себя. В общем, в некотором смысле его нет. В человеке есть некоторый аванс, который практически всегда тратится всеми людьми, 99% и 999-тысячными. И более того, он даже наставил, что большинство людей, которых мы видим на улице, это мертвые люди. Их нет, их не существует. А что, почему не существует, что с его точки зрения было существовать? Он говорил, что в современном человеке нет то, как он называл, хозяина. А если нет хозяина, то нет и души. Ну, вот я приведу небольшую цитату. «Внутри обычного человека нет хозяина, а там, где нет хозяина, нет и души. Душа – цель всех религий, всех школ. Но это только цель, только возможность, а не факт». И он использовал этот потрясающий образ. Он говорил, что есть четыре комнаты, человек живет в самой убогой. В самой убогой, невероятно убогой, страшно убогой, немыслимо убогой. И ничего не знает о трех остальных. А в четвертой комнате – невероятные сокровища. И все это есть внутри человека, и царство Божие внутри него, как говорит нам об этом христианство. Но человек об этом ничего совершенно не ведет. Более того, он цепляется за эту убогую комнату, он держится за нее, он пытается жить только в ней. Он страшно сопротивляется, когда возникает какая-то возможность переехать в другую, посветлее чуть-чуть. И Гурджиев Петра Демьяновича Успенского, выдающегося русского философа, путешественника, писателя, с которым он и встретился в России, который напишет знаменитую книгу «В поисках чудесного», где расскажет о своих отношениях с Гурджиевым и изложит наиболее адекватно само учение Гурджиева, так называемое. Он поймал на том, что он спросил Успенского, вот вы говорите, что вы помните себя, а с какой стороны у вас на рукаве пятно? И Успенский впал в ступор, потому что он не помнил, с какой стороны пиджака у него пятно. То есть, вот тот момент, когда он пятно посадил, все это время, когда он ходил в этом пиджаке, все это время он пребывал во сне. И Гурджиев говорил, что в человеке есть три центра – интеллектуальные центры, эмоциональные центры, двигательные центры. Он потом позже добавил еще два низших центра – инстинктивные и сексуальные. И, к сожалению, человек организован таким образом, хаотичным, что эти три центра ничего не знают друг о друге. Как бы в человеке живет три человека, которые не только ничего не знают друг о друге, но и мешают друг другу. И поскольку человек приписывает себе владение сознанием, мы говорим, что у меня есть сознание, а сознанием владеть невозможно поскольку, поскольку вот этот логический человек, эмоциональный человек, экофизический человек, условно говоря, не просто не имеют никакого понятия о том, как они существуют с двумя другими, но еще и мешают друг другу. В результате мы получаем по Гурджиеву невероятно фрагментированного человека, в котором нет хозяина, поскольку вот в человеке огромное количество маленьких яб, производных от этих центров, и каждый из них калиф на час. И Гурджиев очень просто объяснял, он умел находить очень точный язык. Вот какой я собирается с понедельника начать жизнь заново? Но ведь другие я ничего про это не знают. А одно я решает начать жизнь заново с понедельника, или начать худеть, или бросить курить, или начать заниматься спортом, а исполняют это другие я, они не в курсе. Поэтому все срывается, ничего не получается, нет никакой согласованности. Более того, эти я образуют еще некие такие мнимые величины вокруг себя, которые постоянно лгут друг другу. И человек все это называет собой. А вот этого я, который Гурджиев писал с большой буквы хозяина, его нет и не существует. И он, конечно, вот этих людей, русских сначала, а потом и французов, и англичан, и американцев, и черногорцев, кого там только не было, и армян. Вот эти вот группы Гурджиева, которые организовывались по всему миру, он их поражал тем, что они вдруг ловили себя на том, что они как-то действительно живут во сне. Действительно живут во сне. И вот эту метафору, которую, конечно, не Гурджиев принес ей тысячи лет, о жизни как сновидении, и о необходимости человека проснуться, пробудиться, они начинали ощущать, как нечто, имеющее самое непосредственное отношение к ним самим. А Успенский рассказывает, после разговора с Гурджиевым, он в Питере идёт по Литейному и думает, ну вот сейчас я сосредоточусь и буду помнить себя на протяжении целой улицы. Но это означает, что мысль возникла, и он за ней не побежал, она его не захватила, он с ней не отождествился, эмоция возникла, он с ней не отождествился. И он прошёл всю улицу до конца, и потом вспомнил себя только через два часа. Вот я уж не знаю, как Успенский, который до этого объездил весь мир, интересовался всеми религиями, многим занимался, как-то мог так провалиться на два часа. Но тем не менее, то, что рассказывает Пётр Демьянович Успенский, где он был всё это время. Вот он где-то витал, он где-то витал. И не проснувшись, не пробудившись по Гурджиеву, человек не может выбраться, в общем, из того, что он называл тюрьмой. Вот цитата из него, вот он беседует со своими учениками. Вы не понимаете своё положение, вы находитесь в тюрьме. Всё, что вы можете, если вы способны чувствовать, это бежать, вырваться из неё. Но как можно бежать? Необходимо вырыть под стеной проход. Один человек ничего не может сделать. Но предположим, что таких людей 10 или 20. Если они работают по очереди, если один прикрывает другого, они смогут закончить проход и спастись. Далее, никто не сумеет бежать из тюрьмы без помощи тех, кто бежал раньше. И так далее. И вот эта идея, главное, она была как некий взрыв-бомба. Поскольку ведь начало 20 века, невероятные успехи в развитии промышленности, техники, мир меняется на глазах у людей, возникает вот эта немыслимая гордыня механистичного человека. И тут появляется Гурджиев, который говорит, а чья это гордыня-то? У вас просто нет, вы никто. Он употреблял слова и покрепче, надо сказать. И вот свой собственный метод по обучению людей, метод, который привел к появлению целого ряда крупнейших писателей, ну, во всяком случае, таких как Рене Дамаль, например, французский писатель. Во всяком случае, они уже писали потом после встречи с Гурджиевым, с оглядкой на его школу и на его учения. Или идеи Гурджиева невероятно проросли в истории театра 20 века. Вот Питер Брук, например, величайший театральный режиссёр и кинорежиссёр, он гурджиевец, занимается десятилетия уже в одной из гурджиевских групп. А на художников, на музыкантов всё это повлияло очень сильно, поскольку возникло вот это невероятное стремление вспомнить себя. Вот эта старая идея, идущая в европейской культуре ещё от античности, ведь и Сократ с Платоном призывали человека вспомнить себя. И вот вспомнить себя невероятно сложно, поскольку человек – это машина, как говорит Гурджиев, говорит в соответствии с технологическим веком, на языке, который, ну, как ему кажется, понятен совершенно окружающим, но это машина, которая плохо работает. Вот центр не согласован друг с другом. И все упражнения, которые делают люди, которые учились у него, она связана с тем, что с изучением деятельности этой машины, пока не начнёшь наблюдать себя, говорит Гурджиев, ведь ничего не будет. Ты не поймёшь, что вот эти «я» живущие внутри человека, они как не согласованы друг с другом, они даже враждуют друг с другом. И вот его знаменитое упражнение «Стоп». «Стоп» – это упражнение, все люди занимаются своими делами. Кто-то работает, кто-то обедает, кто-то просто ходит, и по знаку, по крику «Стоп» все застывают в тех позах, в каких этот крик застал. И вот, как объяснял сам Гурджиев и ученики, в этот момент человек может осознать, что и все на уровне двигательного центра, все позы его автоматические, мы принимаем одни и те же позы. И вот в переходе от одной позы к другой может возникнуть некое понимание. Некое понимание. Кроме того, это даёт некий ощутимый такой приток энергии. Это потрясающий эпизод такой театральный, когда в Карнеге-Холле, а в 20-е годы в Соединённых Штатах Америки Гурджиев привозит, ну, можно сказать, свою труппу, а это его ученики. Они показывают разные вещи на сцене, совершенно поражают. Всё представление сделано так, чтобы появились новые ученики, чтобы были в зале люди, которые были потрясены тем, что они видят. Они показывают разные вещи. Им называют произвольно 40 слов на разных языках, они их тут же воспроизводят. А они там в его труппе музыкант Дегартман. Дегартман – человек, который написал один из первых балетов, «Аленький цветочек», дягилевских балетов, в котором танцевал, скажем, Нижинский. Люди в зале думают о некую мелодию, он её воспроизводит. В общем, все такие фокусы показывают. А в финале, значит, группа делает танцевальные движения, мы о них ещё поговорим. И вдруг Гурджиев курит сигару на сцене. И вдруг звучит эта команда «Стоп!». И все застывают. И все застывают. И потом он снимает свою команду, и вся эта группа начинает бежать по сцене на зал. Бежит и прыгает со сцены. Прыгает. И звучит команда «Стоп!». И вот застывая в воздухе, они обрушиваются в оркестровую яму на первые ряды. Сейчас сидят ошеломлённые американцы. И они летят и обрушиваются, застыв, вот, соответственно, этой команде. И потом начинаются вот эти вот аплодисменты. Невероятный шквал оваций. Это один из тех приёмов, посредством которых Гурджиев, так сказать, вот, потрясал людей, своих современников, показывая им, каким может быть человек. Ну, и, конечно, мы здесь видим качество потрясающего шоумена. Тогда не было такого слова, сейчас оно есть. Но об этом в наших следующих программах. Продолжение следует...